Жизнь на месте свалки. В районе Рио-де-Жанейро снова оживают мангровые заросли. А раньше сюда ежедневно свозили по 7500 тонн отходов. Возродить это место взялся биолог Марио Маскателли ещё в 1997 году. «Большую часть мусора стали сбрасывать в мангры столичного района Рио-де-Жанейро. Это неподходящее место не только по экологическим, но и по юридическим причинам. Но это было ещё в 70-х годах. И случилось именно так». С 1965 года мангровые заросли находятся под защитой закона. Однако в 1975-м из-за растущего Рио-де-Жанейро решили выделить часть этих угодий под свалку. В частности, сюда шли отходы из района Громачо. «После 25 лет работы мы создали мангровые заросли площадью 130 гектаров – миллион 300 тысяч квадратных метров мангровых зарослей. Свалка Громачо была одним из самых деградированных районов залива Гуанабара». Мангровые заросли помогают прибрежным линиям защищаться от эрозии, а также поглощают азот и фосфор из загрязнённых сточных вод. Эти экосистемы также поглощают в четыре раза больше углерода, чем любой другой лес. Самая большая угроза для них – растущие городские районы и несоблюдение экологических правил. Так, по оценкам экологов, только за последние три месяца в залив Гуанабара сбросили полторы тысячи тонн мусора. Вероятно, это уже убрать не удастся.